у нас здесь можно сказать целый каменный зверинец так или ну или зоопарк кому как удобно вот если посмотреть туда вдаль видите да вот скала с такой вот печерка небольшой может мультик если помнить такой вот был ледниковый период мамонты там были как будто будут многие сравнивают этот глаз мамонта вот как хобот его в ту сторону направился взгляд еще мультик про маугли был этот удав мудрый мудрый к вот посмотрите вот закрытый глаз его как будто вот голова удава и вот он дремлет потихонечку ну часто так вот сравнивать это до сих пор кстати пользуется в этой водопроводной системы чуфутка лет фонтаны сельсибири или сибирь чешми устраивали в память о бомбершем и этот фонтан не был исключением он находился не здесь не во дворце изначально фонтан являлся ритуальным памятником он был украшением мавзолея приветствую вас дорогие друзья это канал орел без решки я нахожусь в крыму городе бахчисарай бывшей столицы крымского ханства в этом выпуске мы посмотрим окрестности города с разных ракурсов посетим чуфут кале также побываем главной достопримечательности бахчисарая ханском дворце подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите комментарии к этому видео чтобы алгоритмы ютуба выдвинули его в топ а мы начинаем а вот можно джип туры взять указатель и на джипах до восточных ворот прокатиться посмотреть на все панорамные места серым крытым навесом это вот непосредственно сам ханский дворец навесы изойдем специально для проведения благополучных реставрационных работ то есть вот то что часть находится здание под навесом чуть-чуть правее ниже конусообразная крыша соколиная башня также отоптянута строительность зеленой сетки чуть правее вы видите две такие сферические крыши и также два манрета два шпиля вот который виднеется это всю территорию ханского дворца сейчас она составляет около четырех с половиной гектар когда-то ранее она была около 20 получается почему сократилась сам дворец основали 1523 году он существовал чуть более двух столетий примерно до 1740 годов получается с приходом российской империи был тут был такой фельдмаршал миник в общем он захватил дворец и приказал его сжечь большая часть городища это были постройки в основном из дерева деревянные сооружения они конечно же вот в пожаре сгорели и до наших дней не уцелели провесли посмотрите увидите такие вот причудливые формы скал это так называемые наши бахчисарайские свинксы они не рукотворные их сотворила природа еще также в то время когда здесь была часть мирового океана но дальше когда уже осушился преображали их в основном природные явления так как бы ветер дождь в основном в самой низине старого города лежит русло реки чурексу в переводе с крымско-татарского означает гнилая вода или тухлая вода в общем когда здесь было первое ремесло ремесленники изготавливали изделия из кожи в основном одежда обувь вот все отходы которые оставались они непосредственно сбрасывали в эту самую речку вольверосположение новой части города бахчисарай она находится одна с левой стороны расположилась на равнине протяженностью примерно 15 километров правая граница города это вот чуть-чуть привесли посмотреть труба с которой идет дым это наш бахчисарайский цементный завод и в левую сторону от него непосредственно новая часть города бахчисарая по поводу горы черепахи можете посмотреть на вот этот выступ как будто бы вот голова черепахи да с глазиком небольшим с вами сейчас находимся на лосте около 300 метров над уровнем моря когда-то это также было морским углом вида большое количество окаменелых ракушек да здесь очень-очень много эти спиральки вот такие как и лепесточки мы находимся на одну на одной из самых высоких смотровых площадочек примерно 100 600 метров над уровнем моря если вы будем смотреть справа налево обратите внимание отдельно стоящую волкообразной формы гора называется нато пекермен переводить крымско-татарской означает гора крепость почему такое название вот если посмотрите на ее левую сторону увидите крутой склон такой склон окружается ту самую гору с ее трех сторон лишь единственная четвертая видимая нам сторона имеет такой более-менее пологий подъем ну или спуск там также на возвышенности находится пещерный город всего у нас здесь их в районе города богчестра около 20 нам вдали чуть чуть левее перед пологим спуском идет возвышенность это непосредственно гора и петри самая высокая точка в крыму называется она роман кож высота которой 1545 метров над уровнем моря одна такая отдельно стоящая гора на самом на горизонте да вот видите левее гора называется четвердак переводится как гора полос или гора шатер почему такое название потому что если вот мы с вами отсюда смотрим она действительно имеет форму как будто бы вот буквально натянули такой вот палатку вдали чуть чуть ниже правее в низине находится водоем и вы можете увидеть да это загорское водохранилище это одно из двух основных водохранилищ которые непосредственно питают сам город ялту осмотр чуфуткале мы начнем с восточных ворот они находятся на самой вершине попасть сюда можно воспользовавшись услугами татар которые подвозят на джипах через все смотровые площадки это гораздо удобнее потому что обычно групповые экскурсии в бахчисарай автобус привозят наоборот вниз и получается надо идти снизу вверх на эти ворота потом обратно спускаться это не всем под силу гораздо удобнее вот вот на таких джипах недорожниках сюда приезжают показывают все вот эти смотровые площадки красивые и уже здесь у восточных ворот начинается спуск вниз с осмотрами всех достопримечательностей ворота бьюк капу восточная оборонительная стена замыкает весь город в общем ее протяженность 128 метров южного и северного обрывов она имеет угловые башни посередине надвратного башни от восточных ворот по такой дороге я начинаю осмотр что я здесь вижу дорогу которая сделана из самой скалы лошадиные повозки здесь часто ездили такая выработала здесь колея можно увидеть карту с местом положения вот кстати 11 это восточного рота где мы начинали и так вот весь осмотр идет сюда вниз это усадьба фирковича караимского ученого гибраиста ученого который изучал древний еврейский язык вообще когда баха-чисарай стал столицей крымского ханства чуфут коли остались жить одни караимы это колодец того времени туда же видно осталось колея для воды это водопроводная система дюльбе джиннике ханым это мавзолей выстроен из крупнейшего тесаного камня известняка и покрыт черепичной крышей здание имеет в плане форму восьмиугольника из надписи расположены на награду гробби внутри мавзолея можно узнать что здесь похоронена в 1437 году джиннике ханым дочь хана тахтамыша последнего великого азарта ордынского правителя пещерный комплекс чауш кабасы это оборонительные рвы высеченные в стене являлись преградой для подхода к стенам стенобитных машин трудно поверить но я сейчас нахожусь в мечети вернее на то месте где раньше она была сейчас от нее остались одни руины только по надписи информационном столбе написано что это мечеть хана даже не бегать я ни за что не догадался в Чуфут-Кале есть тоже караимская кенасса которая более древняя чем та которая находится в Евпатории также здесь стоит памятная плита это место посещал Александр Третий а вот там уже отсюда видно внизу главный вход откуда все начинают экскурсию там уже побольше людей но им будет сложнее потому что им надо будет вверх подниматься Чуфут-Кале переводится как пещерный замок это у нас пещеры где жили первое поселение Чуфут-Кале это уже южные ворота конец маршрута Кас здесь тоже кто начинает свой путь отсюда снизу и снаружи Чуфут-Кале тоже смотрится здорово такие мощные скалы которые нависают здесь и вот эти дома видны старые караимские кенасса поскольку караимы последние кто жили здесь в этой крепости крепость еще имела название Джуфт-Кале что значит иудейская крепость потому что караим привержен за иудейской верой после того как вы осмотрели Чуфут-Кале с южных ворот примерно километр пройти можно встретить такой святоуспенский мужской монастырь монастырь вырезан прямо в скале неизвестно когда он был основан одни говорят что он был основан монахами византийцами в 8 веке другие говорят что его основали в 15 веке здесь находился госпиталь во время первой обороны Севастополя а также во время великой отечественной войны в 1921 году был закрыт и осквернен советскими властями имущество разграблено монахи расстреляны вот военное время здесь находился псих диспансер на противоположной стороне еще одна церковь этого монастыря а мы идем в ханский дворец мимо такой вот мечети которые являются новой постройкой бахчисарай главная достопримечательность бахчисарая это ханский дворец бывшая резиденция крымских ханов единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры давайте посмотрим это памятный дорожный знак устанавливались они на пути следования екатерины великой из петербурга в крым один из них находится здесь рядом с ханским дворцом вообще их за два столетия немного осталось несколько в крыму что интересно здесь есть надпись не только на русском языке но также и на фарси при посещении ханского дворца нужно обязательно надеть маску посещение платная 300 рублей человек сам ханский дворец находится под этим навесом сейчас он на реконструкции не первый год уже на реконструкции ждем когда соберется народ и начнется групповая экскурсия по дворцу это дворец самый древний в республике крым здесь неровные покрытия вытертые ступеньки ведутся реставрационной работой поэтому пожалуйста будьте осторожны первым правителем ханом был хаджи для вред гирай хан который правил в течение всей своей жизни в 15 веке этого дворца и города не было столица находилась сначала в городе салхак ныне известном как старый в восточном дворце парадный вход является священным чертогом священным местом поэтому имеет свое собственное название демир хопы что означает переводе с крымско-катарского железная самым главным украшением портала станут надписи покрытые по золотой они прославляли правителей сообщали что этот великолепный вход эти величественные двери сооружены по повелению султана двух материков хака на двух морей султана сына султана менгли гирай хан здесь собирался высший совет государств решались вопросы внешней и внутренней политики судебные экономические дела во главе дивана всегда был хан который заседал в центре зала справа от него на диванчике сидел его сын и наследник алга султан слева военный советник и обязательным членом совета была мать правившего хана во время заседания женщина находилась вот на этом балкончике за рядом зарешоченных окон чтобы никто из присутствующих в зале не увидел ее лица в ходе реставрационных работ двадцатого века вот снимая свои штукатурки отмывая на белый найдут фрагменты росписи покрамы и виноград монохромная роспись считалась средневековье дорогорку в ходе была лотика летняя беседка была местом возраста храмских правителей на диванчиках низких установленных вокруг фонтана принимали гостей прослушивали музыкальные поэтические произведения там ставили пьесы молитвы но мусульман пять раз в день наступает время молитвы ханы не исключили поэтому для удобства в административной части дворца вместе с залом дивана одновременно строили малую дворцовую участь она построена в начале 16 века этот внутренний дворик в котором мы с вами вот снова собираемся он появился во дворце еще в 16 веке но как назывался 500 лет назад неизвестно потому что писемные источники того периода об этом не упоминают с 18 века дворик начинают называть фонтаном потому что в двух его углах есть два прекрасных фонтана первый из них называется мамзук что означает в переводе золотой по наши дни мы все благодаря александру сергеевичу пушкину называем этот фонтан бахчисарайским фонтаном слез предание гласит крымгирай хан приказавший соорудить этот фонтан был очень суровым о нем говорили что сердце хана не знает любви пока однажды к нему не привели девушку откинув покрывало с ее лица пораженных он воскликнул о диляра веке что означает переводе прекрасная княжна как звали ее на самом деле кем была она по происхождению как попала во дворец неизвестно но став супругой хан и поселившись здесь прожила диляра совсем недолго девушка умерла в расцвете лет после смерти и скорбящий хан призывал к себе придворного мастера мэра и приказал ему похоронить диляру не на кладбище среди висячих садов над ее могилой он приказал возвести мавзолей и украсить его особым памятником сам памятник надо было сделать таким чтобы камень плакал плакал так как плачет его сердце но никогда мастер не видел лица девушки ни при жизни не после смерти мастер не имел права изображать черты или силуэт диляры потому что крымские татары мусульмане-суниты им запрещалось изображать людей и животных но при этом мастеру нужно было угодить хану выполнить его приказ соблюсти все обучие традиции и обращается мэр к восточному искусству символизма он создает поэзию камни в этом гареме можно посетить только одно комнату другие можно такого так вот заглядывать все из-за коронавируса эти вот решетки устанавливали на окнах они пропускают свет на что за ними не было видно опорности в конце площади начинались висячие сады для их устройства насыпали огромные крутые террасы это были огромные ступеньки земли поверх которых высаживались виноградники розы вьющиеся растения различные садовые наслаждения что будет открываться после реконструкции бывший корпус дворцовой гвардии там арка там стояли южные ворота вы зашли через такую же арку но через северный также на территории ханского дворца замечательно находится вот такой вот мавзолей во внутрь попасть не удастся но можно через решеточку подсмотреть здесь поездницы можно пройти посмотреть этнографический музей крымских татар где представлены экспозиции артефакты связаны с их жизнью и бытом в этнографическом музее есть артефакты связаны не только с крымскими татарами но также с более древними поселения в частности уже знакомому нам поселению колос лимен вот кувшин синопский видимо найдены просто в этом месте поэтому в этом музее не здесь все хранятся музее также воссозданное помещение где жили крымские татары женщина сидит много ковров очень много ковров очень много фонтанчиков на территории ханского дворца практически в каждой комнате на улице видимо забавляла это крымских ханов фонтанчики успокаивали что ли их наверно ну да водичку успокаивает также бахчисарай есть памятник пушкину он бывал бахчисара я бывал хамском дворце и написал про это свое произведение бахчисарайский фонтан вот как выглядит город бахчисарай с непрадной стороны как местные здесь живут город кстати находится в ущелье окружен скалами горами поэтому сейчас на всем побережье крыма непогода а здесь солнечно нет ветра то есть отличается сильно климат не зря крымские татары выбрали именно это место для своей столицы бахчисара и до сих пор очень много татар очень много сувенирных лавок связаны именно с крымско-татарской культуры где продают сувениры ковры и одеяния крымских татар много мест где поциональной крымской татарской кухни поэтому бахчисара это наверное лучший город в крыму чтобы познакомиться с крымскими татарами с их обычаями культурой кухней если в евпаторе там как бы все намешано все конфессии то бахчисарай это конкретно крымский татарский город причем тут не надо в городе искать где покушать купить сувениры там экскурсии вас в вас сами найдут предприимчивые ребята также бахчисарая находится самый крупный музей кроме миниатюре где представлены все известные объекты крыма уменьшенном масштабе что еще хочется сказать если вам надоел пляжный отдых море то бахчисарай самое то место чтобы прогуляться и сменить обстановку